сегодня я собираюсь вязать вот такие цветочки вот такой цветочек кому нравится пожалуйста присоединяйтесь цветок сеточкой в центре из 7 лепестков это все одно и то же исполнение просто здесь у меня вот три пика а здесь нету три пика и нитки разные это ирис справа а это шерстяные нитки с добавлением синтетики эти цветочки я сделала без обвязки другими нитками а эти нитки я обвязала в последнем ряду нитками другого цвета так приступаем к вязанию нужно вначале связать 7 воздушных петель соединить их кольцо сделать 3 воздушных петли для подъема и провязать в кольцо 23 столбика с накидом не знаю какие нитки взять вот этих может не хватить эти темноватые тяжело тяжеловато будет наверно видно на камеру ну ладно попробуем все равно что получится и толстоватая цветок будет уж слишком толстым объемному и большого размера и крючок не подходит это совершенно не подходит не берет надо больше крючок единицы не подходят отбрать двойку буду вязать из этих не хватит значит заканчивать под этим желтым у меня нитки кончаются моих запасах остались только хлопка немножко надо ниточки какие-то все-таки присмотреть докупить и так 7 петель воздушных 2 3 4 5 6 7 это мой мальчик так шумно пьет воду сначала танцует прежде чем попить вот ребенок какой потанцевал теперь пьет 3 для подъема в кольцо я соединила полупетлей соединительный 2 3 теперь вяжем столбики с накидом 23 столбика ну-ка посмотрим что тут да действительно столбики с накидом вот вот на этом цветочки покажу вот они 23 столбика с накидом получается 24 потому что три воздушных петли вместо столбика и так приступаем между ними ничего не делается никакая воздушная петля не нужно значит просто двадцать три столбика с накидом 1 2 3 и и так далее 4 5 и так вяжем 23 столбика с накидом чтобы заполнить вот это колечко до конца пройти его а потом соединительную сделаем здесь было очень важно связать именно именно 23 столбика с накидом а 24 столбик с накидом это 3 воздушные петли подъема и вот теперь нужно сделать соединительную петлю почему важно именно 23 столбика с накидом было провязать да потому что в нашем цветочки 7 лепестков вот из-за этого теперь мы вяжем арочки из 3 воздушных петель а потом один столбик без накида через одну петлю в основании предыдущего ряда и так из 3 воздушных петель 1 2 3 теперь через одну петлю основания вяжем столбик без накида без накида и так 3 воздушных петли 1 2 3 столбик без накида через одну петлю основания вот для и столбик без накида и так вяжем до конца 3 воздушных петли столбик без накида должно получится 14 вот таких арочек 14 арочек до конца делаем из 3 воздушных петель и столбиком без накида соединительный теперь вяжем следующий ряд для того чтобы к нему перейти нужно сделать соединительную вот в эту арочку из 3 воздушных петель соединительная ну наверное еще можно соединительным чтобы она кто-то туда ближе к центру еще одна соединительная вот теперь начинаем вязать следующий ряд теперь у нас арочки будут из 4 воздушных петель из 4 1 2 3 4 воздушных петли и крепимся вот в эту соседнюю арочку из 3 воздушных петель столбиком без накида получается у нас второй ряд нашей сеточки вот первый ряд мы провязали теперь второй ряд вяжем у нас должно быть тоже 14 арочек из 4 воздушных петель 1 2 3 4 и столбик без накида в арочку предыдущего ряда в арочку из 3 воздушных петель следующую арочку вяжем 1 2 3 4 воздушных петли столбик без накида в арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда и так вяжем до конца 1 2 3 4 столбик без накида нам нужно довязать до конца и всего получится 14 арочек из четырех воздушных петель я провязала вот последнюю надо соединительной последняя карточка будет у меня и теперь мне нужно обвязать эти 14 арочек столбиками без накида 1 2 3 4 переходим в следующую арочку и тоже провязываем ее столбиками без накида 2 2 3 4 вот я ручки я обвязала следующую арочку столбиками без накида обвязываем 2 3 4 но и так до конца все 14 арочек должны быть обвязаны столбиками без накида вот мы уже здесь находимся вот в этом ряду столбиками без накида теперь я делаю соединительную петлю и теперь мне нужно будет связать вот 7 таких лепестков вот один лепесток другой всего их семь для того чтобы связать лепесток нам нужно сделать 5 воздушных петель вот делаем 5 воздушных петель и заметим что обнимает у нас один лепесток две арочки наших вот на каждых вот теперь понятно почему мы хотели 23 столбика и потом цепочкой из 3 воздушных чтобы точно было теперь 7 лепестков у нас будет получаться потому что у нас 14 арочек и каждый лепесток две арочки занимает и так 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 5 воздушных петель провязали теперь нам нужно сделать один пышный столбик из четырех столбиков с двумя накидами из четырех столбиков с двумя накидами пышный столбик вот сюда в серединку то следующую между арочками вот одна . заканчивается вот 2 вот между двумя арочками мы делаем столбик с двумя накидами двумя накидами 2 накида 1 и второй накид провязываем 2 и вот у нас две петли на крючке а мы их не провязываем а делаем еще один столбик с двумя накидами и делаем его ту же самую петлю то же самое место где мы делали предыдущий по крайней мере будем так стараться 2 вот у меня уже три петли на крючке теперь опять делаем два накида и опять в то же место стараемся сделать вот у меня уже два накида и мы стараемся сделать столбик с двумя накидами то же место где делали предыдущие раз и второй накид провязываем 2 теперь у меня уже 400 на 4 петли на крючке вот у меня петли 4 петли на крючке а я вижу четвертый столбик с накидом последний вот четвертый столбик с накидом и мы будем делать сейчас пышный столбик так 2 накида я провязала и теперь мне у меня 5 петель на крючке 4 столбика с двумя накидами я провязала теперь мне нужно все их за один раз провязать то есть я вот эту рабочую нить протягиваю крючком через все петли вот я получила пышный столбик вот так они эти пышные столбики у меня 70 пышных столбиков потому что 7 лепестков а теперь я буду вязать 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и столбик без накида вот сюда у у нас один лепесток занимает две арочки в предыдущем ряду и так следующий лепесток начинаем вязать провязываем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 5 воздушных петель провязали теперь сделаем 2 накида ну у меня нитки заканчиваются 2 накида на крючок сделали и провязываем между двумя соседними арочками раз-два в это же место делаем еще один столбик с двумя накидами делаем два накида и в это же место где предыдущий столбик с двумя накидами делаем еще раз два двумя накидами теперь делаем еще один третий столбик вот опять с двумя накидами 3 но нам надо 4 сейчас будем вязать еще и четвертый продолжаем вязать наш пышный столбик и делаем последний четвертый столбик с двумя накидами 1 2 накида сделали на крючок теперь туда где предыдущие столбики с накидом провязывали туда же и этот провязываем столбик двумя накидами 1 и 2 теперь у меня на крючке 5 петель и я их все провязываю рабочей нитью за один раз вот у меня получился и второй столбик пышный для второго лепестка провязываем 5 воздушных петель и столбик без накида строго между двумя арочками и так у нас будет 7 лепестков 2 мы уже сделали точно также вяжутся еще пять лепестков вот я заканчиваю вязать 7 лепесток 5 воздушных провязала и теперь делаю соединительную к сожалению ниточки мои заканчиваются и дальнейшее вязание я буду делать другими нитками или хватит даже не знаю ну попробую рискну сколько хватит потому что на обвязку меня тоже мало тут желтых ниток следующий ряд мы вяжем 1 столбик без накида 1 полустолбик с накидом 6 столбиков с накидом потом два столбика с двумя накидами и так далее вот эту часть и эту часть и так вначале мы вяжем 1 столбик без накида 1 столбик без накида теперь вяжем 1 полустолбик с накидом 1 полустолбик с накидом значит получается вот эти три мы сразу за один раз протягиваем петлю рабочую через них теперь 6 столбиков с накидом 6 столбиков с накидом накид 1 2 2 3 4 5 6 теперь вяжем 2 столбика с двумя накидами 1 2 я запишу вот это что мы сейчас вяжем чтобы вы не забыли теперь два столбика с двумя накидами снова вяжем но уже в соседнюю соседнюю арочку то есть мы начинаем обвязывать уже вот эту часть и так два столбика с двумя накидами теперь 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 столбик полустолбик полустолбик с накидом то есть мы делаем накид но провязываем уже это все все три за один раз и завершаем обвязку этого лепестка столбиком без накида и так все лепестки обвязываем столбик без накида полустолбик с накидом 6 столбиков с накидом 2 столбика с двумя накидами дальше вот эта часть 2 столбика с двумя накидами 6 столбиков с накидом полустолбик с накидом и столбик без накида все оставшиеся 6 лепестков обвязываем точно также дальше и так седьмой лепесток я буду делать столбик без накида полустолбик с одним накидом теперь шесть столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 теперь нужно провязать 2 столбика с двумя накидами 1 и 2 теперь провязываем последнюю арочку нашего последнего лепестка 2 столбика с двумя накидами 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 и последний 6 теперь нужно связать с одним накидом полустолбик ниточки охватает мне хватит еще останется чуть-чуть и так полустолбик с накидом и столбик с накидом теперь делаем соединительную все я обрываю обрезаем нить ниточка у меня закончилась поэтому я беру другую нить можно вязать как однотонные такие цветочки так и обвязывать их другими нитками можно делать как без пико последнем ряду так из пико вот у меня здесь из трех воздушных петель пико хвостик я потом прячу а сейчас приступаю к обвязки моих всех 7 лепестков обвязывать я буду столбиками без накида причем в центре вот здесь буду делать пико из трех воздушных петель 3 пико буду делать протягиваю нить и делаю столбик 1 воздушные для подъема ряда теперь столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда столбик без накида столбик без накида в петлю предыдущего ряда столбик без накида в петлю предыдущего ряда столбик без накида в петлю предыдущего ряда в каждую вот так доходим до центра лепестка а в центре лепестка вот центральная петля в нее будем делать 3 пико каждая из трех воздушных петель попробуем раз два три теперь соединительная нитки у меня такие толстоватые пушистые очень хорошо и не вязать не очень удобно пико имеется ввиду не очень удобно вязать 2 кори до мелкие детали такие не очень легко вяжется так 2 и последняя третья пику 1 2 3 воздушные и тоже соединительные все вяжем их в одну точку одну петлю по крайней мере стараемся вот пико 3 пико теперь вяжем столбики без накида продолжаем обвязку и этого лепестка последнюю пожалуй последнюю петлю лепестка можно сделать не столбик с накидом а полустолбик как бы вот соединительную потом вот в центре между двумя тоже соединительную и следующем начало будем делать тоже соединительную 3 соединительных будет у нас вот в этой ямочке между двумя лепестками а дальше пойдем опять столбиками с накидом ой без накида просто столбиками без накида столбики без накида до центра вяжем вот а в центре будем опять вязать пико 3 пико из 3 воздушных петель и так до конца все лепестки будем обвязывать нашего цветочка сеточкой внутри и с пышными столбиками лепестках два лепесточка я обвязала перехожу к обвязке следующего третьего лепестка вот здесь меня соединительная и в можно даже и 2 а потом уже идут столбики без накида до центра центр у нас вот где он ведь и потому что там у меня две стол два столбика с двумя накидами и с этой стороны два столбика с двумя накидами очень хорошо виден центр лепестка центр лепестка ну вот довязала до центра теперь мне нужно сделать пико из трех воздушных петель 1 2 3 соединительная следующее второе пико из трех воздушных петель 2 3 опять соединительная теперь еще вяжем 3 пико 1 2 3 3 пико тоже из трех воздушных петель и тоже соединительная в ту же точку где предыдущие пико вот наше пико когда цветок будет отпарен разглажен будет смотреться красиво дальше продолжаем столбиками без накида в каждую петлю предыдущего ряда обвязывать лепесток вот подходим концу лепестка делаем соединительные все таки здесь лучше соединительные делать особенно если нет как у меня толстые вот и рисом я вязала здесь попроще ниточка тоненькая это из ириса у меня вот эти два сиреневая и оранжевая и в начале обвязки следующего лепестка у нас тоже будет полустолбиками связано а потом дальше уже столбики будут без накида вот так до центра потом пико но продолжаю я обвязывать оставшиеся лепестки точно так же я закончила обвязку лепест 7 лепестков соединительную делаю и теперь замочек это просто воздушная петля обрезаю нить точек готов будет после того как я заправлю вот эти хвостики с изнаночной стороны буду заправлять их крючком заправлять воду вот сюда вот такой у меня получился цветочек останется его после того как я ниточки кончики заправлю останется только его погладить чтобы он хорошо лежал хорошо смотрелся следующий раз я собираюсь резать пейсли или как его еще называют индийский огурец нитки у меня хлопок будут зеленые и вот эти сиреневые других у меня уже и не осталось пейсли будет не этот нет не этот этот пейсли можно найти в журналах я видела его в интернет этот пейсли поэтому мы его вязать не будем мы будем вязать другой пейсли который нигде еще не встречался спасибо вам огромное за ваше терпение за то что просмотрели видео приглашаю вас на мои видео еще ваше терпение weeks